В детстве меня крестили в греко-католической церкви на Украине. Перейдя в православие, у меня возник вопрос, является ли моё крещение действительным, и в чём их вера отличается от православной? Заранее благодарю за ответ. Отвечаем, Мария Орловская. Крещение ваше считается действительным, но это не даёт вам право причащаться и участвовать в таинствах православной церкви, потому что вы католик. Не просто греко-католик, вы католик. Вы исповедуете всё то, что считает истинным Рима-католическая церковь. А греко-католики — это те католики, которые совершают богослужения по восточному византийскому обряду. С 1995 года по благословению Папы Иоанна Павла II греко-католикам разрешено даже читать символ веры Бесфилиоквы, так как положено читать в православных храмах со времён создания никакого цареградского символа веры, без всяких там исхождений Духа Святого и Отцына. Но другая тема, вернёмся к практике. Если вы перешли в православие, то просто надо прийти к священнику и сказать, вот такая ситуация. Я раскаиваюсь во всех заблуждениях, которые разделяла вместе с Рима-католической церковью. Там много чего интересного. Начиная от Филиоквы, заканчивая непорочным зачатием Престой Богородицы и выделением её из всего-всего тварного мира до примата Папа Римского и очень специфических святых. И вас священник просто исповедует и принимает в лоно православной церкви. Всё, ничего сложного. Ну а чем их вера отличается от православной, можете почитать в сравнительном богословии Протерея Валентина Васечка или Протерея Максима Козлова. Небольшие книги по объёму, достаточно содержательные. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok